Они исправно ходят на лекции один раз в месяц по два академических часа и называют себя девчонками. Валентина Васильевна Карпова и Лариса Николаевна Мачешникова и еще целая группа студенток с ЗЭМЗа являются слушателями Народного университета при музее-заповеднике уже не первый год. Три диплома у нас уже есть. Прослушивание, курс. Так, у нас было искусствоведение и исторический факультет. Так, еще у нас какой был? А, вот и Народный промысел. Видите, сколько. Нас просто пригласили, мы пришли, с удовольствием ходим. Что мы, смотри, Вишневский очень интересно рассказывал, раскопка по археологии. Слушателям Народного университета от 55 до 86 лет. Валентине Васильевне Александровой 82, но возраст учению не помеха. Она немало лет отдала школе, преподавала историю в Саматовине и Риммаше и до сих пор является секретарем партийной организации КПРФ. Расстояние от Риммаше до Сергея Опасада преодолевает с радостью ожидание новых лекций. Я хожу в Народный университет уже вот этот год, седьмой раз. Уже шесть лет я отходила и хожу. Я учитель истории и мне это очень интересно. Я с музеем связана постоянно. В этом учебном году слушателей стало еще больше. На двух факультетах беседы об истории и беседы об искусстве теперь учатся 130 человек против 100 в прошлом году. Научные сотрудники музея-заповедника, которые строят свои лекции, основываясь на исторических и художественных коллекциях музея, в этом учебном сезоне приготовили для слушателей новинку. В этом году у нас будет действовать два спецкурса. На факультете беседы об истории, посвященной 700-летию преподобному Сергею Радонежскому. И на факультете беседы об искусстве это русское декоративное прикладное искусство. Благотворительный проект Народный университет, организованный Сергеево-Посадским музеем-заповедником, единственный в Подмосковье. Он был запущен в 2008 году и уже получил множество положительных отзывов от районного совета ветеранов, потому что способствует объединению людей пожилого и старшего возраста, их социальной адаптации в современном обществе. Год культуры в России в Народном университете решили начать с литературно-театрализованного пролога, посвященного 200-летию Лермонтова. Михаил Юрьевич со своими родственниками бывал в Сергеевском посаде летом 1830 года на Богомолье. Здесь же родилось его стихотворение «Нищий», начинающееся хрестоматийными строчками «У врат обители святой». Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку. В Народном университете занятия всегда разнообразны. Они включают в себя экскурсии, встречи с интересными людьми, интерактив, мастер-классы и, конечно, как у настоящих студентов, творческую работу. По окончании двухгодичного курса всем слушателям выдадут свидетельства. Наталья Артемова, Алексей Галкин, День города.